Хоккейная команда Тебя не очень уютно, потому что человек высокий передо мной Вот так ты высокий передо мной Хочу одел коньки Меня зовут Кирилл Михаил Михаил, как фамилия? Шукаев Шукаев Михаил, как правильно звучит должность, в которой ты работаешь? Можно на «ты»? Конечно, можно Должность моя звучит как тренер Помощник главного тренера команды Михаил, пойдем на площадку Ну а вы пойдемте с нами Зачем тебе вот это вот все? Вот это как раз для работы с игроками Потому что здесь главный тренер рисует упражнения Показывает тактику Какие-то моменты объясняет ребятам Поэтому, как бы, сейчас вынесем это на лед и будем рисовать Клюшка мне нужна, чтобы помогать так же подбрасывать шайбочки И бросать в ротаря Попинывать кого-нибудь Все правильно Тебе не страшно выходить на лед без защиты? Все-таки шайбы летают Шайбы – это такая вещь По себе помню Это очень страшно Ну за свою карьеру я столько в этой шайбе наловился И попадал она во всякие места И уже, как бы, не страшно совсем уже Стоп, в какие места попадала шайба? В горло, и в шее, и по ребраму Там же и щитки же Ну щитки же не всегда защищают В ротарь двигается, защита съезжает Шайба прилетает с непонятным оскоком С рикошетов, поэтому с подставлением Самое глобальное достижение в ротарской твое? В ротарской мое достижение Медали, кубки С Нижегородским торпедом мы в чемпионате сезона 2002-2003 года Вышли в суперлигу Заняли первое место по высшей лиге Как бы стали чемпионами высшей в хоккейной лиге Сейчас мы выйдем на площадку В ротари сейчас будут разминаться Пока растяжка у них Потом мы будем разминаться в воротах Сделаем специальные в ротарские упражнения на разминку И сегодня сделаем акцент на работу клюшки в ротарей Как объяснил Михаил Именно сейчас есть 15 минут Для того, чтобы потренировались именно в ротари Пока игроки основной команды не вышли на поле Не начали раскатываться, разбрасываться и так далее Вот именно сейчас будут тренироваться только в ротари Посмотрим, как это происходит Бросок с этой позиции В дальний угол, верхом в девятку Андрюх, отбиваешь блином Треобразный шаг Отбиваешь блином Треобразный шаг В дальний угол, под ловушку Ловишь ловушку Все то же самое По три шайбы бросаем каждому в ротарю Пока выглядит очень здорово Особенно стоять на площадке И боятся, что у тебя попадет шайба Летают они только так Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук Стоя в воротах. Вот конкретно на этом упражнении тут легко посчитать. Получается 9 бросков, 3 уровня высоты бросков, поэтому получается 27 бросков у него. Это не такая большая работа. Тут в основном идет нагрузка за счет того, что вратарь делает движение ногами. За счет этого идет нагрузка на его физическое. Кому сложнее во время игры? Вратарю или хоккеистам? Я никогда не играл в хоккеиста. Не знаю, насколько им сложно. Но могу представить, что бегать довольно-таки большой период времени очень сложно. В воротах тоже своя нагрузка идет. Пусть больше статическое, но все равно есть движение. Больше психологическая нагрузка на вратаря ложится. Начнем с этого. Нападающий должен свою функцию выполнить с чужих ворот. Вратарь должен свою функцию выполнить здесь. На вратаря просто ложится больше ответственность, так сказать. Потому что каждая ошибка вратаря приводит практически к голове. Практически каждая ошибка. То есть, грубо говоря, если ошибается нападающий, это всего лишь не забил? Не забил, не отработал в обороне. Там есть еще защитник, который подстрахует Есть вратарь, который может выручить в итоге А если ошибся вратарь, его уже сзади никто не подстрахует Это единичный случай, когда защитник может вместо вратаря поймать шайбу с пустых ворот Это единичный случай Как становится вратарем человек? В моей конкретной ситуации у меня отец занимался в хоккейной секции и был вратарем Но он закончил с хоккеем 18 лет, поэтому дальше не стал профессиональным хоккеистом И когда встал вопрос, куда мне идти, он, конечно же, меня привел в хоккей А сама специализация вратаря, она сразу же определяется не в первый же день, когда ты приходишь А по прошествии какого-то времени Я вот пришел в хоккей в 6 лет, а вратарем я стал в 11 лет